Если хочешь научить чему-то других, начни с себя. Следуя этой простой, действенной истине, в бодрящей октябрьское субботнее утро команда неравнодушных брещан активно принялась за работу на участке лесного массива. С 2010 года работники Брестского городского исполнительного комитета администрации города, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий, государственной частной формы собственности в городе Бресте принимают в акции «Чистый лес». Акция была инсценирована Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь. И с тех пор мы постоянно принимаем участие и наводим порядок в ближайших лесах города Бреста. Ну и сегодня мы приняли решение навести порядок на одном из лесопарковых территорий города Бреста, где были массовые расстрелы жителей города Бреста. Это форт Дубинники, который находится в южной части города Бреста, практически на выезде из города. Проводятся работы по уборке поваленных и засохших деревьев, вырубке дикорастущей поросли и покосу кустарника. Значит, проводится уборка нашего памятника, который находится на территории лесопаркового хозяйства. По городу Бресту закреплено за Брестским городским ЖКХ 1400 гектаров лесопарковой зоны. Здесь этот участок лесного массива составляет порядка 150 гектаров. На Брестке сухостоя и стрижке травы задействована тяжелая артиллерия. Профессионалы, вооруженные спецтехникой. У остальных из подручных средств только грабли и пакеты для мусора. Но этот труд на свежем воздухе только в радость. Работается отлично, погода прекрасная, солнечная, немножко морозно, но мы заряжены позитивом, бодростью, здоровым, поддерживаем активный образ жизни. Команда таких же активистов, желающих очистить легкие нашего города, в это время собралась и за строительным рынком на карьерной. Школьники, студенты, представители различных организаций и вонских частей разбились на группы, каждая из которых убирала определенный участок. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят, но тем не менее. Раз сорят, надо убирать, и поэтому вот такие акции – это хорошее мероприятие. Наводим порядок, и очень приятно, и, наверное, очень правильно, что на эти мероприятия приглашаются дети. Люди – это единственное существо на земле, которое оставляют после себя колоссальное количество отходов, не задумываясь о том, сколько лет разлагается мусор и какой непоправимый вред наносит он природе. И только мы можем это исправить. На каждую из акций, которые организовывают местные власти, я иду с большой радостью. Помимо того, что это можно прогуляться, подышать свежим воздухом, пообщаться с коллективом и сделать какие-то полезные вещи для города, для населения и для своей страны. Хотелось бы пожелать каждому гражданину, чтобы за собой, даже после отдыха, оставлял чистое место. То, в каком состоянии наша леса, да и в целом природа будет через десятки лет, зависит от нас. В любом случае, она вернет нам то, что мы отдаем ей сегодня.